Католики всего мира отмечают один из главных церковных праздников в году. Тысячи прихожан во всех костелах нашей страны встречают светлое Христово Воскресение. Христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в эти дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух и вселяет надежду на светлое будущее. Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл, исцеляющий веры в вечные идеалы добра и справедливости. Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа, самопожертвованию, братской вземопомощи и стремлению служить родной земле. Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью, пожелал Александр Лукашенко. Пасху в нашей стране сегодня отмечают более полутора миллиона верующих. Это светлый праздник – время надежды, веры и любви. Белорусы возносят молитвы, освящают пищу и поздравляют друг друга с воскресением Господним. Главные праздничные богослужения на вечере Пасхи прошли во всех костелах Белоруссии минувшей ночью. Верующие вспоминали мученическую смерть и воскресение Христа, символ новой надежды и победы добра над злом. Пасхальная вигилия, самая долгая и торжественная меса – одним из главных моментов которой является зажжение особой свечи – пасхала. Частичку этого света прихожане забирают после службы домой, где вместе с родными и близкими садятся за праздничный стол. Традиционно среди угощений – куличи, красные яйца, колбасы и сладости. Готовимся, конечно же, делаем яйца, красим, дети участвуют, помогают. Вот это все, это вот видите расписное такое все. Это для нас, как говорится, общая традиция, которая передается с поколения в поколение. И, конечно, всем католикам счастливой пасхи. Христос мертвых пасхал – это значит, что в нашей душе пасхало что-то светлое, доброе, нужное нам всем. Мы означаем успоминь того, что Христос перемог смерть, и Он может перемогчить так само наши грехи и наши слабости. Тому верники несут у костел свои просьбы, свои подяки, просит, чтобы наступный период их жития был житем с Богом, с Сыном Божим. Завтра у католиков начнется пасхальная неделя, а через 9 дней после праздника по традиции встретят Радуницу. В календаре православных верующих Пасха на несколько недель позже. Восточные христиане встретят ее 5 мая. Звон колоколов извещает верующих о воскрешении Христа. Торжественные церемонии проходят в костелах по всему миру. Главное богослужение традиционно состоялось в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников со всех уголков мира. Местом притяжения верующих в эти дни становится и Ватикан. В базилике Святого Петра, несмотря на преклонный возраст, более чем двухчасовую пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск. В своем обращении к прихожанам глава Римско-католической церкви отметил, что в современном мире, погрязшем в негативе, люди перестают думать друг о друге, из-за чего увеличился уровень агрессии и количество войн. Он призвал верующих в эти неспокойные времена сохранять радость и надежду. Этап выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания завершается. Сегодня крайний срок, когда гражданское общество и местные советы могут предложить своих представителей. Итоги выборов ЦИК обязан подвести не позднее 18 апреля. Отмечу взгляд в будущее – одна из основных причин, почему ВНС наделили конституционными полномочиями. Этот орган одновременно сдерживает, но и укрепляет политическую систему. Отныне определять курс страны будут 1200 человек. Это значит, что ни депутаты, ни партии, никто не сможет принять неверные решения и разрушить Беларусь. Потому к составу делегатов органа народовластия особое внимание и требования. Состав Всебелорусского народного собрания – это очень важный момент. Потому что на определенном этапе истории страны они могут сыграть ключевую роль. Как укрепить страну, так и сделать что-то плохое. Вспомните Верховный Совет СССР – лучшие люди, а страну не удержали. Поэтому идет тщательный отбор. Люди прекрасно понимают роль Всебелорусского народного собрания. Выбирают лучших, профессионалов своего дела, людей, которые себя зарекомендовали на производстве, в общественной жизни. И по сути это уникальный орган, потому что мы, модернизируя конституцию свою и укрепляя политическую систему, самое наше главное достижение – мы не копировали ничего. То есть ни на Западе, ни на Востоке мы идем своим путем. И это залог успеха. Конституционный статус серьезно расширил полномочия Всебелорусского народного собрания. Отныне Народная Веча будет утверждать направление внутренней и внешней политики, осуществлять контроль за выполнением программы социально-экономического развития страны. Кроме того, предлагать изменения в Конституцию, проведение республиканских референдумов, объявлять импичмент президенту. В НС пример демократии – настоящий, в отличие от пластмассовых структур, которые навязывает Запад. Вет власти судебная выводится из-под, не то что исполнительной власти, из-под президента выводится наверх, на Всебелорусское народное собрание. То есть мы движемся в демократическом направлении. Но это невыгодно говорить ни нашим беглым, ни нашим противникам и врагам, которые там находятся. Первое заседание 7-го Всебелорусского народного собрания состоится 24-25 апреля. В ходе мероприятия предстоит решить в первую очередь кадровые, а также ряд стратегических вопросов. Предполагается, что заседание начнется с доклада президента. Глава государства характеризует нынешнюю ситуацию в стране и за ее периметром. Исходя из этой информации, будут приняты ключевые решения для дальнейшей работы в НС. Наиболее заметные темы уходящих 7 дней найдут отражение в нашей итоговой программе. Корреспонденты готовят материалы к эфиру. Не пропустите неделю этим вечером в половине восьмого. Непробиваемые аргументы главнокомандующего. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Зачем Прибалтика ввязалась в военные игры сильных мира сего? И почему мы не будем принимать эти милитари правила? Евгений Пустовой отправился на северо-запад страны, чтобы измерить градус напряжения. Одна такая машина способна обеспечивать безопасность в радиусе 32 километров. Повышенная готовность. Что известно о теракте в Крокусе и какие уроки извлекут белорусы? В школе, в кинотеатре и в торговом центре, как в Беларуси обеспечивается безопасность, посмотрим и лично проверим. Репортаж Калина Буро. Дроны, до свидания. Разберем указ о запрете использования беспилотников. Даже самый маленький, безобидный дрон способен быть источником повышенной опасности. Интервью недели. Стоимость обучения в вузах, новации вступительной кампании, льготы и набор целевиков. Об этом и не только, а мы поговорили с министром образования. Сегодня министерство образования нацелено на оптимизацию расходов на платную форму получения образования. Всемирный день театра. Традиции и секреты белорусской сцены. Гордость Полесского райцентра Музырский драматический театр имени Мележа готовится к юбилею. Как сохраняют культурное наследие в регионе, на неделю узнавала Анна Корольчук. Меня зовут Ольга Коршун. Смотрите неделю в 19.30 уже в это воскресенье. Нам есть что рассказать. Переполох на польской границе. Неспокойная ночь выдалась у силовиков в сопредельные страны. Спецслужбы были подняты по тревоге из-за незаконного вторжения. Мониторы зафиксировали многочисленные фигуры, приближающиеся к рубежам. Однако вскоре выяснилось, что злостными нарушителями оказались овцы. Они пришли к границе в польсках травы по сочне. Какое-то время силовики пытались выяснить, кому принадлежит стадо. Вскоре вместе с хозяином овцы покинули охраняемую территорию. С учетом того, сколько польских военных и бойцов НАТО стянуто к рубежам, остается неясным, как стадо баранов смогло обойти все системы безопасности и остаться практически незамеченным. В нескольких регионах Казахстана бушуют паводки. Согласно данным МЧС республики, затопленными оказались районы 7 областей на западе и в центральных частях страны. Экстренные службы уже приступили к эвакуации местного населения. За последние дни около 5000 человек покинули свои дома. Ко всему прочему, талая вода заблокировала движение по основным автострадам. Для ликвидации последствий правительство мобилизовало не только спасателей, но и городские, сельские и коммунальные службы. Власти уверяют, что в скором времени ситуация в регионе нормализуется, а все последствия будут устранены. Помощь не словом, а делом. Активисты БРСМ, работники «Интеграл» вынесли свой вклад в реконструкцию стадиона «Трактор» в Минске. В прошлом году объект получил статус «Молодежной стройки столицы». К работе студенческие отряды приступили еще в сентябре, а накануне на площадке высадился трудовой десант из 30 молодых сотрудников предприятия. Свой выходной они решили провести с пользой для города. Ребята выносили мусор, демонтировали старые конструкции, помогали разгружать материалы. Стройка грандиозная, впереди предстоит еще много работы. У нас 8 человек, нас поставили на уборку старой лестницы, то бишь строители ее отбили, а мы все эти камни тихонечко спускаем в контейнеры, чтобы, как бы сказать, и помочь, и обезопасить дальнейший труд рабочих. Каждый человек, который на данном мероприятии присутствует, в этот личный выходной приняли решение прям буквально за два дня, чтобы приехать сюда. Молодежь «Интеграла» активно принимает в таких мероприятиях участие, в принципе, во многом мы первые, кто начинаем из предприятий. Ближе к лету мы будем предлагать другим предприятиям тоже города Минска, чтобы принять вместе с нами участие в данном мероприятии. Завершить реконструкцию стадиона планируют осенью текущего года. Возводить знаковый для города объект строителям и дальше будут помогать студенты столичных вузов. Национальный аэропорт Минск с этого дня переходит на весенне-летнее расписание полетов. В таком режиме воздушная гавань будет работать до 26 октября. Традиционно главными направлениями для перелетов остаются Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай. Также будут осуществляться чартерные программы авиаперевозок по популярным курортным направлениям Турция и Египет. Новым регулярным рейсом весенне-летнего расписания Белави станет «Махачкала». Его открытие запланировано на 26 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова